Всем привет! Сегодня у нас на распаковке и на мини обзоре, а может быть и на большом обзоре, пока не знаю как получится. Будет вот такая вещь. Это у нас паяльник новый. Давно хотелось паяльник на 115 жале. Все-таки это решился заказал. С российской доставкой без таможенной пошлины вышел где-то он в районе 18 с одним оригинальным жалом. Жал еще потом наверное отдельно докуплю, потому что здесь только обычный стандартный. Еще нужен хотя бы топорик, может быть еще крючок. Это видно будет. Сейчас нам главное разобрать его, проверить, подключить. Может чуть-чуть попаяю. Дальше видно будет. Так, вскрыл коробку. Модель у нас Т-36-02 по-моему. Сейчас уже сам не помню какую заказала. На 115 жале уже много клонов появилось. Раньше был только GBC, потом стали появляться Т-36. Всякие сейчас еще есть дешевле варианты там за 13-14 тысяч. Вот. Был вариант с тремя копиями жала, либо с одним оригинальным. Я решил взять с оригинальным, потому что в отзывах писали, что копии быстро сгорают жала. Одно жало где-то тысячи три стоит. По крайней мере сейчас не знаю, может еще дороже стало. Вот такое жало в комплекте. Фиг, это вроде похоже на оригинальный GBC написано. Но это не точно. Модель C-115-01. C-115-101. Такая вот ручка. Что-то не особо похоже на оригинальную. Здесь конечно и свой разъем идет. Раз, два, три, четыре, шести пиновый. Ручка такая маленькая. Как раз фишка 115 ручки то, что она маленькая. Следующая подставка идет. Подвесная. Крокодильчик с заземлением видим еще. Вот. Вилка европейская. Съемная хорошо. Китайская у нее хватает потом думать куда включить. Так, инструкцию надо будет изучить. Какая-то бумажечка на китайском, типа гарантийного талона видимо. Может быть даже какой-то оригинальный копий. Почитаю, что здесь написано. Тут типа инструкция на китайском и на английском языке. Две версии. Тут характеристики расписано. Типа 85 ватт. От 200 до 450 температуры. Ну и так. Всякая фигня. Как жало одевать. Как снимать. Температуру. Был еще вариант купить. Не помню как модель называется. Тоже какой-то Сугон. У него можно и 210 и 115 местами менять ручку. Есть вариант, конечно, с двумя ручками сразу. Он подороже. Есть вариант тут менять местами. 110 и 215 снимать. А 115 и 210. Ну я думаю, если в принципе купить жало топорок, то 210 ручкой не нужна будет. По сути. Я думаю, хватать будет его за глаза. В этом отказался от этой идеи. Плюс там доставка была только с Китая. А вот у этой была еще российская доставка. Не хотелось бы на госпошлину попасть. Сейчас каждый раз ее уменьшают. Так что выбрал российскую доставку. Так, вот он виновник торжества. В принципе, не такой же большой, как я думал. Примерно как у X203, наверное. Даже может компактней. Если бы не правая часть, то еще компактней было бы. Вообще хотел по левой руке сделать. Но судя по тому, что здесь подставка идет такая, то она только по правую может быть. Но здесь, в принципе, только жало чистить. Вот есть губка, либо палочка. Здесь съемник жал. А вот тут подставка под ручку. Она, по-моему, может ставиться уже в разные стороны. Вот он идет вот сюда скорее всего. А, нет. Здесь, значит, слева есть какое-то отверстие, но вряд ли сюда можно поставить. Здесь, наверное, вентиляция. Короче, под правую руку только, а мне под левую надо. Здесь вот сверху тумблер включения-выключения. Сзади под силовой кабель и вот под саму ручку. Здесь еще заземление плюс есть. Все, в принципе, больше ничего нет. Остальное все на китайском 220. Хотя здесь написано 120 ватт, а в книжечке 85. Что-то мне кажется, что он не совсем новый. Даже наклейки нет на стекле. Обычно наклеивают на стекло наклейку от отпечатков защитить. Такое чувство, что он бэушный. Но так вроде по качеству видно, что материал нормальный. Вроде бы, в первый взгляд видно будет. Так, ладно, сейчас будем прямострячивать ручку. Продолжим. Странная, в общем, какая-то подставка. Все-таки, наверное, это какой-то лютый Китай. Она здесь вот вставлена, вроде бы. Справа есть регулятор, который должен поджимать его, когда ты крутишь его в разные стороны. Но он не крутится. Вроде бы он там вставлен как-то. Но он, видимо, туда чуть ли не забит, а может уже даже запаян туда или заварен. В общем, для чего вот эта фигня непонятна. Потому что она ничего не держит. Она без нее держится. И будет только в одном положении, вот в этом. Нужно попробовать, конечно, шатать. В принципе, я думаю, мне и в таком положении будет неудобно. Хотя, вот если бы она крутилась, я бы мог ее повернуть как мне надо. Ближе к левой стороне. А это она будет вот так вот. Не знаю почему, что-то уже мне не нравится все это. До сих пор не понимаю смысла вот этого заземляющего контакта. Так, вилка у нас тут и так с заземлением. Получается, эта заземляет ручку, что ли? Куда ее подцепить, к какому металлу? Непонятно. Что на квике у меня такая же фигня была, а что здесь? Если кто-то знает. Мне, по-моему, даже кто-то объяснил, но я забыл, для чего вот этот заземляющий щуп. Напишите в комментах. Так, осталось. Ну, короче, ручку подцепить. Я его еще не включил, но качество меня уже пугает. Уголка шатается. Влево-вправо. Жесть. Ручка толком не держится вот здесь. Ну, правда, пока без жала она. В общем, надо будет, наверное, отдельный видос записать, отправить продавцу. Может, еще скинь целую, потому что это вообще мне не нравится. Так, он включился. Это уже неплохо. Пока жало не вставлял, поэтому пишет здесь ошибку. Здесь вот звук. Динамик нарисован Цельсием. Сет может переключать Фаренгейт с Цельсием. Так, здесь вот есть три канала. Первый 280 сделать заготовку. Второй 300. Третий 320. На Quick я максимум 360 делал, чтобы не перегорело жало. Вот, здесь 281. Будем на 280 пробовать. Вообще, сначала я, конечно, поставлю 200. Максимально, по-моему, должно быть 450. Да, 450. Конечно, начнем с 200. Вот. Потом еще изучу, что здесь как калибруется. Тут, в принципе, больше настроек никаких нет. Есть три заготовки и вверх-вниз температура. Ну, еще сет. Помимо, наверное, Цельсием Фаренгейта, он еще что-то может делать. Так, сейчас поставим жало. И вот мне не нравится, как оно держится. Надеюсь, оно с жалом будет устойчивее себя вести. Потому что оно здесь вообще не лежит в этой подставке нормально. Мне эта ручка сразу не понравилась. Это что за фигня? Прямо меня расстраивает. Видите, она вообще там не держится. Ну, жалко, конечно, будет маленько вниз тянуть. Передавать ей тяжести. Но вообще, короче, что-то не то. Плюс еще, наверное, здесь вот провод придерживается. Да, жало, конечно, тоненькое. Наверное, с мизинецом. Мне как-то сон снился, что я жало сломал. Как бы он не вещим оказался. Примерно длиной, как мизинец у меня, наверное. Даже меньше. По толщине, конечно, как гелевая ручка, наверное. Кончик вот легко было бы ломить. Но вот здесь вид выглядит необгорелым. Узнается мне, что это какая-то лютая копия либо БУ. Так, надо теперь все дело вставить. Да, чем дальше, тем интереснее встала. Короче, жало. Вот через правую дырочку она прям входит до конца туда. И ничего не происходит. Температура не набирается. Жало холодное. Что-то не то. Я даже не удивлен. С самого начала все шло не как я хотел. Не как я себе представлял. В общем, ничего не происходит. Видимо, что-то с жалом. Хотя оно оригинальное. Либо с ручкой. Питание я выключал. Включал. Но ничего не происходит. Может быть, что-то с заземлением связано. Так, вроде пошло дело. Заземление я подключил к другому. Не к этой стойке. Вроде у меня пошла нагрузка. Тут проценты пошли. Показ температуру нажали. Да, чувствуется паяние горячее. Ну, хоть что-то. Но почему-то на этой подставке он не хочет здесь держаться. Ни в какую. Эта подставка мне, конечно, разочаровала. Сейчас вроде вставилось. 300. Что-то как-то больно быстро он 300 набрал. Снимаем. На подставку ставим. Какой-то писк происходит. 320. 320 пошло. Больше 320, конечно, поднимать не будем. Короче, вроде бы пока ничего. Но вот эта подставка меня прям бесит. Она толком здесь не держится. Может слететь оттуда. На 200 опустим. Опустилась. В общем, как-то так. Надо еще пробовать паять. Похоже, из-за заземления он не хотел срабатывать. Может быть и нет. Так. Тесты с паянием пройдут, потом продолжим. На этом пока распаковка закончилась. Так. Продолжаем обзор. Вспыл несколько нюансов. Во-первых, я не совсем правильно ставил паяльник. Ручку точнее. Здесь, конечно, так можно поставить. Но так она будет в рабочем положении оставаться. То есть не будет остывать. А вот если вот к верхней штучке ставить, тогда он начинает уходить, видимо, в 100 градусов. А нет, 150, видимо. И включает типа как сонный режим. Вот. Поэтому, наверное, когда я подцепил заземление вот к этой штуке, у меня включался сразу сонный режим. И даже когда я снимал паяльник, он не отключался. Потому что заземление оставалось на нем. А так вот можно, конечно, стоять. Поэтому она отсюда и падает. Потому что здесь не совсем предполагается, что он здесь должен быть. Вот в этом месте, конечно, удобно наложится. С этим ладно. Во-вторых, мне не положили коврик. Оказывается, там еще коврик в подарок идет. Такой типа силиконного, только маленький. Надо будет написать именно насчет коврика и насчет нюансов с люфтом и то, что эта штука не регулируется. Потому что, что он там ответит. Вот. Но, тем не менее, можно будет уже пока тестировать, пробовать паять. Так, поработал на паяльнике маленько. Следующие выводы. Ручка, конечно, удобная. Возможно, даже 210 была бы удобная. Потому что, не сказать, что прям совсем маленькая, но и небольшая. В общем, по длине провода хватает, куда мне надо. По пайке с этим жалом мелочь паять нормально. Вот первый сетап идет 280. Где он там? На нем, в общем, мелочевка появится. Если уже будет разъем типа клемма под аккумулятор, например, проводки такие, там уже полигона побольше, с ними он уже не справляется. Даже третий сетап 320 не берет. Начинается где-то от 340, а лучше 350 градусов. Это все дело выпаивается. Но это вот с этим тонким жалом. Поэтому все-таки мне нужно будет топорик еще купить. И это еще 3000. Даже 3300 с доставкой выходит. Это надо будет заказать. Именно топорик для больших полигонов. Но с этим тонким жалом я боюсь больше 350 делать. Мало ли перегорит. А жал стоит как пол паяльника квика. Так что так, пока все вроде бы радужно. Все устраивает. Китаец так и не ответил насчет коврика мне. И вообще не ответил. Дождется. Поставлю плохую оценку. Вот. Думаю пока над вторым жалом, топориком. В общих чертах вроде все норм. Оправдал ожидания. Когда я разобрался уже со вставленными моментами, обычно накосячу вначале, не изучив вопрос. У нас потом оказывается все нормально. Так что, можно на этом пока закончить. Если еще что-то будет интересно, продолжу. Если не будет, то всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok